Музыка Очередная зарисовка Вот он Питомник Вернее, это то, что было выкопано Из питомника С Сергеем Варяевичем железом Вот они такие яблоньки Они мне где-то по грудь в горшках В горшках, в горшочках Вот, если к ним приглядываться У них вот такие вот пятнышки Видите, белые пятнышки Она смотрит на юг Вот, и Эта метка, ее нельзя закапывать Снюхались соседи, вот они, смотрите Все это сразу И сразу покрывается цветовыми почками То есть, он 100% Если бы его не выкапывали, весной бы зацвел Как он поведет себя в Красноярске Ну, посмотрим Так И вот мы идем уже по этому Искусственному пока саду Впереди переезд Вот видите, что творится Ну, вот это уже Двухлетки Первый год Вот здесь была сделана сильнейшая обрезка Видите? Вот И вот это вот уже Не будете подумать, что это третий год Вот это все наросло еще за один год Вот этот В соответствии с горшками Конечно, никакого То есть Уже явно, что Кстати, горшок так и не смог сдержать рост Почему? Потому что питание шло еще за счет дырок в днище Но тем не менее Здесь будет сделана сильнейшая обрезка Я уже ее не застану, когда будут резать Перед тем, как погружать в газель Теперь, значит, полюбовались мы Это все пойдет в газель Вот это все чудо Это все высшее качество Это прививки на сверхморозостойки А по двой Я вижу, что Только один кто-то заказал Китайку непривитую Вот Ну, тут еще кустарники Я ему никогда не интересовался Не царское это дело Вот Кстати, вот сейчас выходим еще По будущему Это школка Вот здесь абрикосы были посажены косточками Осенью Как видите Зашло не так много У нас бесснежная зима Это сильно влияет Кстати, вот еще часть Только сейчас обратил внимание А вот они груши Тоже В этих самых горшках Вот они Вот они Вот они груши Вот еще И вот еще Сорта какие А, кстати, нам сегодня надо будет Может прогрушиться с вами еще Еще не проходили Вот у меня обида Посмотрите Видите на яблоке, да? Вот они такие Вот Любуйтесь Они уже грамм 300 Если не больше Ох, тяжелая ветка Вот так вот Осталось узнать Какой сорт Вот Если бы они окрасились Я сказала бы Опор Спирка потерялась Ну, пока вот Так они выглядят Это первый урожай Это яблоко На четвертый год заплодоносил А вот здесь Вот она повыше Тут уже Сильнее окраска Немножко и на Богатырь похоже А теперь, да, да И бирка потерялась Окраска немножко Вот она падает А еще окраски Настоять это и нет Ну, может быть Это упало с улсяной Или кто-то зацепил Тогда дождемся Пока она все-таки Окрасится в какую-то окраску Хорошо Что мы еще с вами видели Но Особо Разговора-то и не было Это персики Вот, смотрите сюда Вот это Рановато показывали Надо ждать Пока посыпятся Пока созреют Пока они вот такие Да Но дело в том Что вот Ворота Вот забор Протяни руку В общем Судьба их незавидная К тому времени Когда они созреют Вот Я специально здесь Выращиваю По той причине Чтобы это было Как витрина Зашел человек Яхнул Персик Не укрывной Ничем Не обмотанный Не закутанный Не утепленный И вот получается Так что Витрина есть Только вот руки Будут вот так Кажем Будут проходить Вот И Срывать А котики Прятать по карманам Ну ничего Переживем Вот Это персик Который я назвал Персик Бродский Это Первый урожай На привитой ветке То есть На привитой Подвое А подвоем Служит Вот это вот Китайская слива Вот Одну ветку Китайской сливы Сохранил Почему Я хочу Чтобы некоторые Качества персика Наоборот Подвое Передались Вы уже знаете Что это Моё любимое Занятие Вот Тут Опять я прочитал Распопа Пишет Мой великолепный Друг И великолепный Специалист Ну что делать Нету Нету Вегетативных Гибридов Не бывает Переделки На генном уровне Не бывает У меня уже Десятки примеров Вот К сожалению Да и правильно Кто мне обязан верить А так Главное качество Совмещение Моростойких Подвое Привое Биологическое Совмещение Это Повышение Морозостойкости Вот результат Если даже Внешние плоды Не изменились Все равно Результат такой Это Вегетативный Гибрид Уже благодаря тому Что Моростойкость выше Да Гена моростойкости Пока не обнаружена Но ничего Идем С другого конца Результат есть Теперь обосновывайте Господа Ученые Персик Хасанский Тоже Привитый Вот Привитый Вот на Такую же Сливу Которая Называется Китайская Ну на ней Прививка Погибла Вот Какие были плоды Я всегда Прививаю На Темные Сливы Вот плоды С ней Видите Мелкие Вот они Уже Попадали Это Сливы Подвойные Я называю Ну Прививка Персика Погибла А Вот Прививка Персика Не погибла Вот так Они выглядят Все Это Неукрытое Ну Они Будут Достаточно Крупные Когда Созреют Ну Достаточно Это До 50 Грамм Вот Для меня Достаточно Ну Кто-то Покривит Рожу Правильно Мелочь Кистосладкий А кто-то Скажет Это Самые Северные В мире Персики Ужелезова Вот Я воспрямую Это Как комплимент Вот так Вот Что тут Еще Можно Увидеть Еще Один Персик На нем Тоже Было Несколько Плодов Вот Он Тоже Из Этой Серии Вот Это Персик Осанский О Несколько Это Надо же Такое Быть Что Я Только Сейчас Ты их Увидел Вот Вами Несколько Вот Любуемся Что У нас Получилось Хорошо Хоть Этот Спрятался И Вот Мы Видим Что С одной Стороны Очень Сильные Морозобоины Правильно Не Укрывал Очень Сильные Вот Каметь Тимош Я Здесь Здесь И И вот Результат Теперь Что Мы Будем Делать Правильно Я Выделяю Его Как Особый Потому Что На то И клоны Хотя Понятие Клон Отначает Как бы Что Они Должны Близне Сами Вот Но Клоны Садоводство Это Особый Случай Вот Это Во мне Овечки Доли При Микроклонировании Вот И при Вращивании Когда Фрагменты Вот такие Берутся Закапываются В землю И Отрастают Корни Вот Тех Я Называю Овечками Доли Или Микроклонирование Вращивание Саженца Из клетки Вот Я уже По ним Столько раз Проходился Я бы Называл Это Дубиной Своей Образно Что Уже Повторяться Боюсь Видите И вот Как Самый Удачный Клон Хотя Еще раз Говорю Клон Это Не означает Единственное Вот Разнообразие Видели Вот Сейчас Познакомил И Именно С нее Вот Эти Ветки Будут Взяты Дерево Будет Нанесено Урон Ох Обрезки Страшно Вот И Это Дерево Будет У меня Клонировано То есть Перенесено На следующие Подвое А подвое Вот Они Любит Как раз По диаметру Соплодат Видите Вот Они Подвое Ну Что Давайте Пойдем Искать Следующий Сюжет Для разговора Еще Одна Картинка Подошли Мы С вами К Вот Этому Дереву Сегодня 1 сентября Поздравляю Детишек Своих И чужих Хотя Чужих У нас Не бывает В стране Все Свои Вот Ну Вы Видите Манджурский Абрикос Переделанный Видите Ветка Рухнула Еще раз Говорю Это Картинки Просто Уже Осень Уже Месяц Как Абрикосы Отошли Ну Как бы Должны Были Отойти Но Там Где Тень А Загущение Дикое Посмотрите Вокруг Вон На Яблоне Вот Называется Подарок Детям Вон Видите Абрикосы 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 Сплошная Тень Кругом Посадки 2010 Года Высота Уже Неимоверная Вот Показать Как Вам Я К чему Говорю Тень И в этой Тени Кое Что Вызрело Позже Я Пришел Показать Вам Сливы Свой Новый Сорт Не Не Мой Ни В коем Случа Не Претендую Вот А наткнулся На Еще Один Манджурский Абрикос Как Видите Рухнула Ветка Вот Она Это Рухнула Ветка Культурного Абрикоса Вот И Урожай Был Такой Что Страшно Было Смотреть Она В конце Концов Не Выдержала Она Была Вертикальная Что Ее Помогло Уронить Конечно Чуть Чуть Маленький Наклон И Она Рухнула А Ниже Растет От Земли Буквально Это Его Подвой Когда Этот Подвой Назывался Манжурский Гибридный Видите Какой Плоды Получились Вот Здесь Скажется То Чего Не Может Быть Никогда Влияние Привоя То есть Гены Привоя Пусть Уже Умирающего Так Но Они Успели Закрепиться И Вместо Манжурца Классического Может Даже Найду Старые Фотографии Мы Получили Полне Приличные Съедобные Плоды Носик Присутствует Видите Вот Чем Не Амур Так Вот Ветка Рухнувшая Это Культурная Привитая Вот Культурная Привитая Так А не Культурная Не Привитая Стала Полу Культурной Хотя бы Она Потеряла Морозостойкость Влияние Культурного Подвоя Видите Вот Но Еще раз Говорю Вот Такие Морозобойны Они Есть Практически На всех Деревьях Вот Они Не Мешают Плодоносить Развиваться Прекрасно Себя Чувствовать Почему Они Не будучи Ничем Обработанные Эти раны Не вырезаются Как положено Не протравливаются Не замазываются Они Сами Зарастают Сто процентов Поэтому Уж Этому Подвоенному Манчжурцу Пусть Явно Потерял Несколько Градусов Морозостойкости Жить И жить И жить Ну Нужно Либо По-новому Привитая Культурная Да Нет Зачем Во-первых Я являюсь Монополистом Вот В этой сфере Вот Вернее Так Мы с Бродским Являемся Потом Еще раз Обратите внимание Я уже Об этом В предыдущем Фильме Говорил Да Вот Даже Умирающий Абрикос То есть Вот эта Рухнувшая Ветка Посмотрите Вся зеленая Вот Рядом Еще один Культурный Абрикос Культурный Ший Вот Посмотрите Вы Видите Где-нибудь Следы Ну Хоть Малейшие Следы Грибковых Заболеваний Ну Хоть Малейшие Я уж Не говорю Про Те болезни С мудренными Названиями Там Монолиоз Я беру Проще Листья На которых Какие-то там Пятнышки Обнаружили бы Вы Листья На которых Какие-нибудь там Бугристости Какие-нибудь Неровности Вот Любой 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 А Серия Дождей Страшнейшая Да Вот Кто ее Хорошо Переносит Ну Вы видите Вишни Правда Которая Называется Видите Как Сколько Там Веток Это Степная Прекрасно Пережила Вы видите Сливу Сувенир Востока Вот Она Посмотрите Плоды Уже Приличные Они еще Конечно Не догнали Эту Которую Я сейчас Буду Рассказывать Но Опять же Листья Здоровые Здоровые Вот Абрикос Снова Абрикос Вы видите Сливу Которая Называется Поздняя Грушевидная У нее Плоды К осени Это еще Месяц Они будут Не крупные Они будут Огромные Потом Я вам Надеюсь Вернемся Сюда Покажу Снова Абрикос Снова Абрикос Снова Абрикос Хоть Близко Смотрите Хоть Вдали Смотрите Хоть Упор Смотрите Вот Никаких Следов Болезней Это При том Что Некоторые Сливы У меня Все Таки Желтеют А Груши На них Появились Почерневшие Листья Получается Абрикос Что Да он Наряду С яблонями Абсолютно Здоров Несмотря На эту Дикую Сырость Которая В этом Году Сравнялась С сыростью Питера И Москвы Никаких Сомнений Я все Время Слежу Каждый День Каждый День Слежу Погоду В том Регионе И в своем И сравню Сравню Видите Все живо Я ведь не выбираю Эти ветки Специально И наконец Еще раз Смотрим Вот Теперь Какие из них будут Плоды Вот считается Как И я раньше Придерживаюсь Такого мнения Что Берем вот такой Плод Да Это сейчас Мы будем говорить Про новый Сос Спасибо Мне только Не хватало Твоей Зонтика Так Я не говорю Вот допустим Культурнейшая слива Взяли косточку Мы можем получить Плоды мельче Такие же И в редких В случае крупнее А вот здесь Что Ведь у него же Рядом культурные папы Кто сказал Что если Мы не можем Еще больше Улучшить породу Посадив И не прививая Пледь Вот эти самые Но это только часть А часть Надо бы и привить Вот И получается Что у них Наверное С той же Дальневосточниками Самуром Серафимом Там С Хабаровским С Академиком Наверное Совместимость Будет прекрасная Вот это Наши шансы есть Вот так вот Вот Ну Смотрим сюда Прежде чем Попрощаться С этим Культурной веткой Которая рухнула Вот Еще раз Смотрим на эти грибы Я вам вот Что хочу сказать Поверьте мне Не занимайтесь За теми Супер специалистами Эксперную Как себя называют И вот Не называйтесь Что я называю Дурью Я уже прямо говорю Потому что Вы ребята В основном Народ доверчивый Вот Прочитал И сделал А я говорю Прочитали На заборе Сколько раз было А что там За забором Так вот Да Это грибы Не боритесь С ними Это часть дерева Это бесполезно Соскабливать Бесполезно Замазывать Бесполезно Вытравливать Кто-то Чуть ли не Паяльную лампу Предлагал В каком-то Идиотском Этому Статье Вот Это часть дерева Да Грибы доели И дерево Рухнуло Но Все Это их право Это все Взаимодействие Это пищевая цепочка Грибы Едят 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 То что им полагается То что мы сделали Неправильно Что здесь было Сделано неправильно Здесь Было Посажено На Покорочек Так Вот Здесь было Все Прекрасно В том плане Что дерево Развивалось Дало несколько урожаев Вот Но Здесь Неполная Биологическая Совместимость Вот это Неполная Биологическая Совместимость Бич из бичей Которая В данном случае Дерево Рухнуло То что грибы ели Это их право Потому что Они едят Древесину Которая Уже Испорчена Которая Омертвляет Не они Омертвляют Древесину А едят То что было Отмертвлено Вот И борьба С грибами Бесполезна Вот еще раз Близко Показываю Это бесполезно Это уже следствие Никогда не боритесь Со следствием Дело в том Что Если вы Кто там Говорит Как этот Все матерные слова Какие вы сейчас Вспомнили Так мысленно Надо отнести К этой фирме Которая называется Вообще Ко всем Как их назвать Интернет Магазинам Вот Которая Это самое Дурят тем Что даже Не знают Что продают А Пишут Минус 40 Минус 50 Одна Смоленская фирма Это вообще Обнаглели Что писали Что шелковица Абрикоса Выдержит Минус 60 Так вот Чаще всего Когда вы берете Привитое дерево Чаще всего Она погибает Из-за биологической Несовместимости Вам обещают Что по двое Выдержит Минус 50 Вы поверили И допустим Правда А при двое Ну ладно Минус 30 Но по двое Минус 50 Вы ждете Что выдержит Хотя бы 40 А она При 20 погибла И причем Не обязательно При 20 минус Может быть При 20 плюс В середине лета Почему Идет война Вот она война Гриб Еще раз говорю Это Как ее назвать Вот когда за армией Идут эти Как же их называют Эх Старею Слова забываю Когда за армией Идут Ну можно сказать Как у птиц Есть название Падальщики Так вот у людей Есть падальщики Вот такую же роль Выполняет гриб Вот Я вам поэтому Еще раз говорю Гриб Это Пищевая цепочка Не вмешивайтесь В это дело Жрет то Что ему полагается Бороться с грибом Бесполезно Биологическая несовместимость Это главная причина Низкой морозостойкости И массовой гибели Привитых деревьев Есть еще несколько Сопутствующих факторов Но это главное Вот как мог Объяснил Вот А теперь Вспомните Как я когда-то Называл Сувенир Востока Еще раз покажу Вам ее Прекрасное дерево Здесь оно забито Задавлено уже Абрикосами Вот Ну все равно Живо Слава Богу Я бы назвал Королевский У меня есть как Жигулевский Король Сада Из яблонь Допустим Если из Абрикосов Король сада Королевский Сейчас у него Уже появилась Королева Фаина Вот Ну и так далее Так вот Король сада И слив У меня Было Слива Сувенир Востока Вот она Вот Ну я не самое яркое дерево Показал Просто стою В таком месте Где А только одно Наведу Вот А здесь у меня Появился новый сорт На нем было Слово Ника Вот Потом оказалось Что это не Ника Вот я сейчас Поднял земли Вот этот плод Вон они Видите Первые начали падать Большинство Еще зеленоватых Такие зеленоватые Что их даже В кроне В кроне Плохо видно Еще Ага Зеленоватые Зеленоватые Вот Еще Вот И главное Для чего Я вам их показываю У нее Очень необычное Качество Когда его ешь Буквально Обливаешься соком Сейчас попробую Изобразить Вот он Я Железа Вот она Упавшая Паданка Это еще не лучше Но Сейчас Сок на фотоаппарате Сок У меня на бороде Вот она Все руки в соке Посмотрели Это есть будущее Вот еще не самое Сочное Это просто Первая паданка Это будущее Паралева сада А так как Ника Это совсем Другой сорт И что теперь делать Я его назвал Ника 2 Вот еще Полюбовались И Буду ее размножать Так С ней я вас познакомил Димаш Пойдем со мной Куда? На На солнышко Теперь 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 Что нам осталось Посмотреть А кстати Сказать На днях Буду Проводить Семинар Вебинар По обрезке Деревьев Которые Смертоносные Еще раз Показываю Только Начало сыпаться Опять же Сувенир Востока Урожай Сумасшедший Плоды Мелкие В этом году Вот У меня еще На каждом дереве Они разные Ну Мелкие Для кого мелкие А вообще-то Считаются Крупноплодные Плоды Такой Каламбурчик Крупноплодные Плоды Вот Что еще Вот Теперь Первый Урожай Груши Дикой Груши Так Это Есть Уссурийская Дикая Груша Вот Пройдет время Она немножко Культурится Пока Дикарь Дикарем Плоды Несъедобные Тимош Не мешай Пожалуйста Прошу тебя Вот они Так выглядят Мужный план Может взять В руку парочку Вот они так выглядят Спутать их невозможно Вот У меня есть еще Вариант Который Абсолютно Схож С картинкой Из книги Мичурина Это Вариант Не схож То есть Плоды Дикарь Стопроцентный Есть невозможно Колючий Весь Как этот Самый Весь Колючка Вот Они Смотрите Видели Ох Какие колючки Острее Ваших Иголок Швейных Друзья Так вот Дикарь Дикарем Имеет Стопроцентную Совместимость С первого Поколения С моими Культурными Грушами Вот Только Благодаря Этому То И Получилось То Самое Чудо Сладкие Груши Пошли У меня Сразу Вот Так Теперь 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 Про груши Я вам Уже Показывал Рассказывал Надоели Ага Это А нет Я вам Эту Сливу Показывал Вот Уже Пора Собирать На Косточки Вот Это Та Самая Слива Еще Раз Ладно Не буду Долго Про Него Говорить Это Моя Землячка Вот С Украины Так Что Тоже Тут Мне Вернутся В голове Что Товернутся А Вот Видите Груши Культурные Так Память Яковлева Вот Они И Тут Да Кстати Вы Видите С Чему Появили Дожди Никогда У меня Такого Не было Но Дождей Таких Не Было Чернеют Листья И Тут Рядом А Контраст Интересный Опять Дикарь Это Дикарь Вот Это Обратите Внимание Чем Хороший Дикарь Он Тут Это Когда-то 40-летний Дерев Я Брал Семечки Проращивал Выращивал Вот Один Из них Вариантов Вот Эта Культурная Груша Дала Снизу Отводок Я Не Стал Трогать Не Стал Вырезать Почему Нужны Там Уже Приватизирована Земля Где Заброшенный Дикий Сад Доступа Нет Я Выросил Свои Дикари Свои Подой Вот Видите То есть Это Боковая Ветка Но Я Потом Сравню Проверю Сейчас Еще Рано Потому Что Еще Не Созрели А Степени Почему Я Ставил Ветку Да Я От Любопытства Умираю Степень Окультуривания С помощью Роскошнейшей Сладчайшей Вот Этой Груши Которая Называется Пометях Лего То Есть Влияние Опять Ж Привоя На Подвой Или Как Я Наоборот Вот Очень Интересный Термин Вот Эндикарь Вот Ну Еще Может Вернемся К ней Так Раз Не созрела Так Что-то У меня Ага Так 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 Ага Сварог Вот Он Сварог Вот Здесь Как Получается Видите Вот Это Культурная Груша Называется Лютневая Прислали С Европы Вот Это Сварог Я Раздобыл Здесь Это Производство Нашего Алтайского Нет Не Алтайского Нет Алтайского Нет Мичуринского В общем Моя Хорошая Знакомая С которой Я дружу Кандидат Новобойкова Галина Николаевна Является Третьим Автором Этого Сорта Сварога Это Гибридный Сорт У него В родителях Находится Уссурийская Дикая Груша Получилась Полукультурная Груша В жаркие Леты Достаточно Сладкая Прохладное Лето Практически Несъедобное Поэтому Я назвала Полукультурной Вот Байкова Третий Автор Их три А она Ее взяли В савторы Потому что Она Ее Внедрила И воспитала Именно В условиях Сибири Потому что Деревня Под названием Суботина Шушенского района Там климат Не подарок Похоже Майова Вот так Вот Ну что Теперь еще Уйдем В эту Кстати Сказать Ой как Интересно Видите Еще один Ни разу Вам не показывал Еще один Манчжурец Который Стал красный Красный Но мелкий Мелкий Видите И продолговатый Тоже интерес Мне внук Не даст Много говорить Самая сладкая Из груши У меня оказалась Осенняя Яковлева Но она еще Тише Тише Но она еще Не Поспела Видите И даже ничего Не упала Лютневая Сладчайшая Вот здесь Богом забытая Так получилось Садил густо Вместо Мне было И у меня До сих пор Не плодоносит Гигант Подмосковья А жалко Еще Значит Год Надо прожить Вот Вчера Я собирал Урожай Снарядный Эфимов Отсюда Вот он Урожайчик Нормально? Так Все Начинается Дождь И Шахаризада Прекращает Дозволенные Речи Но Настоящий Шахаризада Рассказывала Сказки Вот А многие Считают Что я тоже Сказочник Вот Ну как говорил Помните Один из героев Кинофильма Как же он Назывался Там где Медведи Земной Возь Крутят Что Мы Рождены Чтобы сказку Делать Были Понимаешь Вот это Вот это Ближе Ближе Ко мне Подходит Начинается Дождь И я Прекращаю Сегодня Не обману Граждане Настоящий 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 Дело Дело Возьмем дереву я уже не помню зимой я считал сколько ему лет три или четыре ну вот она заплодоносила причем это уже второй урожай прошлом году это несколько яблок и несколько груш было вот а в чем соль этого разговора естественно что лоденков сегодня прислал в виде вот этих вот черенков я же взял обиделся на него сколько можно вот присылать и привил привил на его же уже привитую грушу качестве лета вот видите тут было несколько скелетных феток вспоминайте зима была показывал сами момент при процесс прививки весной был еще фильм и для чего я здесь стою смотрите сюда вспоминаем итак был показан вот этот вот самый дерево которое было прекрасно выглядело я сказал не годится абсолютно для сибири потому что это было тоже прислана веточка веточка прислана другим человеком и просто как уже когда я сделал прививку уже после этого привил как положено тут и бугорок есть и прививка очень низко но она сразу как бы его называю дерево куклина в чем заключается но сразу перешло в режим плодоношение нет она плодоносит не спешит вот вот они в подушке они сто процентов заплодоносит видите вот так они выглядят дерево сейчас скажу один год здесь была сделана обрезка два года три года четвертый год если ошибся пятый бывает чудеса так вот значит чему четвертый или пятый год плодов нет сравниваем хвалил этот черенок он был взят самого низоветки я для чего с вами оба сейчас говорю еще раз говорю хотите иметь вот такие деревья да вот чтобы должны делать вот прирост последнего года видели кстати смотрите на эти пятна до до листья с пятнами до эмигрант да не прижился еще толком и дожди 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 достали груши дожди достали сливы это я опять как сюда отвлекся сливы начали желтеть они тоже не выдержали вот эти бесконечные дожди кто выдержал дожди внимание вот достаю кролика нет не кролика шляпы достаю шляпу из кролика уже и вот эти я уже их показывал двух местах полюбуйтесь какие абрикосы после этой дождей ежедневных ну сережная тоже выдержала смотрите на эту красоту вот но главное абрикоса где бы я бы их не показал вам не выбирая в любом месте вот абсолютное отсутствие малейшего грибочка пятнышка чего угодно где вам еще их показать вот еще он все еще серафим дешфор плодоносит под ним относится видите никогда нигде вы не найдете я везде тысячу везде где только угодно вы не найдете пятнышка кто он терпит у нас сырость сырость у нас терпят прежде всего абрикосы почему потому что мне где-то а нет ни на яблони на груш я видел пашинку вот жаль не вспомню где чтобы вам показать как выглядит парша вот нормальная груша посажены на холм привита у земли черенок взят а вернемся к нему же и вот черенок взят у основания ветки вот это место и только это и я ведь не зря не болтун я вам зимой предрек что толку с этого деревоца не будет всегда когда вы достаете черенки друзья мои вот они черенки кстати вот этот прирост его мое вот это просто последнего года смотрим не обман не обману 2 метра это прирост последнего года а чё ему культуры на культурный привил чё ему сделать далее вот они приросты эту часть учебы видели видели возвращаемся к этому дереву которое я оно не миновато просто тот кто пришел мне черенок взял его примерно вот отсюда где-то отсюда где-то с верхней трети ему конечно не вершинку где-то тут запоминайте это самая паршивая это ладно допустим я отделался чем да заплодоносит приросты видели еще раз полтора метра до метр это боковой веточка да это нормальное дерево латинковская а теперь смотрите сюда как он прирост я вам говорил что дерево окуклилась дерево расти не собирается а теперь если бы эти они были в один год привиты мной так вот это привито и это получается три года или четыре года назад четвертый или пятый год им сейчас я не буду особенно вдаваться а то кто-нибудь там скажет да ты ошибся не хочу давать повод объявить меня в ошибке даже на один год 3 3 7 4 год или 5 так вот они одногодки и дело не в том что мне подсунули негодный черенок зато у меня появилась возможность упредить вас что если вы заказываете черенки если вам не идут ну какой нормальный чек будет отрезать всю ветку на этой ветке вот здесь вот внизу есть несколько перерос этих пожарите как они отличаются вот почти вызревшая почка ростовая 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 вот и самом низу посмотрели как они интересно расположены да вот эти вот это почки резервную вот эти лесики отпадут почка маленькая такая незаметника останется навсегда и будет спать спать и спать проснется только когда варианта 2 кто-то сжевал верхушку поломал допустим ее снег поломал враган ладно тогда просыпается вот эти резервные почки только в этом случае и еще одном случае когда мы отрезаем черенок что мы с вами делаем хоть мы хотим иметь полноценный черенок а он вот тут когда мы вот ветку отрежем вот так вот отрезанные ветки возьмем вот эту часть вот это в крайнем случае вот это все выше моих пальцев выбросим так вот тогда получается вот такие деревья вот такие вот и вот такие урожаи и вот такие вот деревья послезавтра приезжает телевидение с кемерово уже раз было догадайтесь почему они едут второй раз наверно потому что есть чему поучиться их передача специально она предназначена для учебы садоводов кемеровской области наверное я их не наверное я их не разочарал когда они снимали мои абрикосы и вот чему я говорю чтобы иметь такое дерево надо иметь не такие деревья не иметь такие черенки и все еще подхожу главному все еще дело в том что никогда ни один питомник вот если только после этого сразу застрелиться начальнику или хозяина питомника не станет вот так вот брать черенок еще черенок с 2 максимум стальной выброса не станет он отрежет ветку да как можно ниже и возьмет и так у меня получается не больше двух черенков причем идеальный только один самый нижний а этот как бы компромиссный а он возьмет вот эту почку раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 все 20 почек будут привиты способом прививка почкой прививка глазком прививка в общем прививка прививка самая распространенная в россии наверное уже приближается к ста процентам и когда саженцы будут проданы а некоторые я уже говорил об этом растут растут да их растят я всегда удивлялся когда говорят надо продавать двухлетки ну наверное за два года можно вытянуть саженец кормить поливать кормить поливать до метра до полутора можно а потом он так как почки взяты не ростовые вот эти вот большая часть почек непригодна саженец растет и в какой-то момент замирает вот смотрите видите он уже почти замер вы думаете вот это он растет это плодушки его до плодушки вот плодушка так вот и вот эти веточки просто это плодовые очки ему осталось расти ну полметра метр лет через как многие говорят растет у меня восемь лет достиг аж двух метров ну и соответствующий урожай а еще так как людям заморозили головы вспоминаем чем о как удобно с карликами работать вы представляете но на кой хрен извиняюсь я уже других слов не подберу говорят они на кой хрен вам уважаемые садоводы нужны вот такие огромные деревья ведь он же может упасть на голову шишку набить часть такой высоты падают груши и не нужны значит а нужны вот такие которые через восемь лет достигнут двух метров и дальше расти не будут но теперь сравнивайте это и вот это и вот это вот будущее вот это